Привет, это канал I Like Pet. В этом ролике мы расскажем вам о признаках того, что вашей собаке пора сменить корм. Как и человек, собака не может питаться одной и той же пищей всю жизнь. Например, важно переводить питомца с корма для щенков на корм для взрослых собак. Также порой не сразу получается подобрать идеальный корм младшему другу, и собака может отказываться от пищи. По каким еще признакам можно понять, что вашему младшему другу пора сменить корм? Давайте разбираться! Первый признак – ваш питомец вырос. В зоомагазинах обычно предлагается корм для щенков до года, корм для взрослых собак от года до 7-8 лет и корм для пожилых собак. Чтобы у вашего питомца был подходящий ему рацион, не забывайте своевременно сменить ему корм по достижениям определенного возраста. Второй признак – потеря интереса к корму. Плохой аппетит собаки должен насторожить любого владельца. Может быть, у питомца появились какие-то проблемы со здоровьем, и собаку надо срочно показать ветеринару. Но возможен и другой вариант – корм не нравится собаке. Питомцу могло надоесть однообразие в виде. В таком случае постарайтесь подобрать рацион, удовлетворяющий в косовые потребности вашего лающего друга. Еще один признак – вялость и упадок сил у питомца. Возможно, калорийность текущего корма не восполняет энергетических затрат собаки. Поэтому лающий друг становится вялым и быстро выбивается из сил. Также важно помнить, что если ваш питомец участвует в спортивных соревнованиях, его необходимо перевести на высокоэнергетическую диету. Если вы заметили вялость и упадок сил у своей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром и измените текущий рацион питомца. Тусклая шерсть также свидетельствует о том, что питание питомца пора менять. Скорее всего, текущий корм не насыщает собаку полезными для здоровья элементами, витаминами и минералами. Поэтому важно подобрать подходящий именно вашему питомцу рацион. Появление лишнего веса также говорит о том, что текущее питание не подходит вашему питомцу. Вы либо перекармливаете собаку, либо корм слишком калориен для вашего друга. Чтобы решить проблему с весом, подберите собаке подходящий рацион или уменьшите размер порции. Главное, помните, что лающий друг не должен чувствовать себя голодным. Следующий признак – частые расстройства желудка. Возможно, у вашего питомца повышенная чувствительность к какому-то ингредиенту корма. В таком случае можно попробовать дать собаке корм другого производителя. Последний признак в нашем списке – аллергия. У собаки может быть индивидуальная чувствительность к какому-нибудь ингредиенту корма. В таком случае вам надо найти подходящий для вашего питомца корм. Для начала попробуйте отказаться от дешевых сортов или попробовать беззерновой корм. Обязательно посоветуйтесь с ветеринаром. Он даст дельные советы, исходя из текущего состояния здоровья вашего любимца. Таковы основные признаки того, что вашей собаке пора сменить корм. Помните о них, будучи владельцем лающего питомца. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok